Итак, ребята, время историй. Несколько недель назад мой сын оказался в очень сложной ситуации. Одна очень симпатичная девушка пригласила его на выпускной, и вроде всё хорошо, верно? Но ситуация осложнилась тем, что эта девушка была бывшей любовью его хорошего друга. И как быть? Ведь технически это не предполагалось как свидание, а девушка очень привлекательная. Сын собирается на выпускной, у нас у всех он был. Что бы вы сделали на его месте? Я знаю, некоторые из вас сказали бы, на войне и в любви все средства хороши. Но он учился в старой школе, в которой свято чтится кодекс, «Ты не можешь встречаться с бывшей девушкой своего лучшего друга без разрешения». Так что изначально он ответил ей «нет», пока не поговорил со своим другом, который ответил «Да, окей, меня это не задевает». Мол, вот вам, ребята, моё благословение. И в самом деле они хорошо провели время вместе. Всё хорошо закончилось, всё разрешилось совершенно корректно. Ребята, я поделился с вами этой историей, потому что, знаете, существуют негласные правила, такие универсальные константы, которые должен знать каждый парень, которые нарушать нельзя. Правило номер один. При приготовлении барбекю необходимо взять щипцы и щелкнуть ими три раза. Да, три раза, не больше и не меньше, чтобы убедиться, что они сделаны из прочного материала и не развалятся, когда дойдёт дело до священного долга приготовления мяса. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, это правило к вам тоже применяется, когда вы пользуетесь барбекю, только вам достаточно щелкнуть щипцами дважды. Вы можете подумать, что я всё это выдумываю, но нет. Всё это записано в книге о том, как быть мужчиной, и если вам интересно почитать это онлайн-руководство, заходите на сайт Reddit, на самом деле там я его и взял. Мне нравятся отличные посты на этом сайте. Дам ссылку на тему в описании. Так, что касается барбекю, вы всегда должны быть хранителем огня и очага. Если вы идёте в гости к другу, вы, конечно, играете по его правилам, ведь тогда он хранитель очага. Вы, конечно, можете спросить его, можно ли ему помочь, но всегда убедитесь, что ваш друг не против. Никогда не оказывайте давление на другого человека, чтобы отобрать у него корону, когда вы на территории другого хранителя очага. Некоторые из вас, ребята, могут подумать, что я здесь немного сексист, говоря, что только мужчины могут быть хранителями очага. Но это неправда. Женщины тоже могут быть хранительницами очага, и вы можете либо помогать им, либо убраться с дороги. Следующий пункт – использование уборной и писсуаров. Вы должны убедиться в том, что между вами и вашим товарищем достаточно пространства. Никогда не подходите к другому мужчине слишком близко. Никогда не начинайте разговор, пока вы там заняты личными делами, относящимися к гигиене. Разумеется, никогда не смотрите пристально на другого мужчину и не делайте сравнений. Никогда не позволяйте своим штанам опуститься до земли. Оставьте это в своем детстве, когда вам было 2-3 года. Штаны держите полуспущенными, и не надо полностью обнажать ягодицы. Это ни к чему. И ради всего святого, если в очереди в туалет стоит маленький ребенок, пропустите его к писсуару для детей. Когда дело касается бесплатной еды, особенно если эта еда – это мясо или пиво, вы не должны жаловаться, если мясо слишком сухое, особенно если оно вяленое. Оно и не будет другим. Оно так приготовлено. Если же речь идет о пиве, вы тоже не должны жаловаться. Да, вы привыкли к более дорогому и качественному пиву. Вы знаете локальные дорогие пива в Варне. Но если вам дарят Олд Милуок и Бест Айс, вспомните свои студенческие годы и просто скажите спасибо. Сделайте глоток этого пива и получите удовольствие от воспоминаний. А если пиво теплое, да, тут вы можете пожаловаться, но сделайте это официально, оформив письмо, куда следует, по всем правилам. Об этом я должен был сказать немного раньше, когда мы говорили о гриле. Так вот, всякий раз, когда ваш друг показывает вам или открывает гриль, даже если вы едва знаете этого парня, вы должны походить возле этого гриля, показать свой интерес. Понятно? Это общее правило для всех мужчин. Мы должны походить возле гриля и вдохнуть аромат мяса и сказать этому парню, «Черт побери, великолепно пахнет! Что это ты готовишь? Выглядит потрясающе!» Такие комплименты мужчины должны говорить друг другу. Это невероятно важно. Надо сказать, что соус потрясающий, даже если он покупной. Что мясо выглядит невероятно. Что бы этот чувак ни готовил. Что бы там ни жарилось, мясо или нет, и даже если это не мясо, а какой-то суррогат, найдите способ сказать комплимент. Здесь, в Висконсине, где кругом природы, я ни разу не видел суррогатного мяса на гриле. Но вы, ребята в Калифорнии, иногда этим грешите. На самом деле, я родился в Калифорнии, так что не обижайтесь. То же самое и с автомобилем. Всякий раз, когда вы видите открытый капот машины, это значит, что каждый парень на районе может подойти и осмотреть машину, и сделать комплимент. Чувак, эту красотку видно за несколько миль. У тебя есть какие-то крутые истории, связанные с ней? Или как здорово ты ухаживаешь? А где у тебя гараж? Даже если вы ничего не смыслите в машинах. Ребята, в этих сферах случается настоящая магия, и может зародиться истина и крепкая дружба. Поговорим о приветствиях, и многие молодые парни в этом не сильны. Негласное правило, которое касается приветствий, заключается в том, что если вы знаете человека, вы виделись с ним множество раз в спортзале, вы кивком вниз приветствуете его на улице. Привет, чувак, здорово с тобой снова увидеться. Так вы признаёте, что вы знакомы, что вы не чешие друг другу люди. Да, я видел этого чувака где-то 50 раз в тренажёрке. Мы ни слова друг другу не сказали, и мы кивали друг другу. Да, мы не друзья, но всё же. Если же вы видите кого-то впервые, это просто парень, который идёт по улице. Кто-то, кого вы вовсе никогда не видели до этого. Кивните этому человеку, но не снизу вверх, а сверху вниз. Это просто такое приветствие между двумя мужчинами. Важно понимать разницу между этими двумя приветствиями. Мне кивнули снизу вверх. Я знаю этого парня. Эти раздумья могут занять несколько дней. Следующий пункт. Не могу поверить, что мне приходится это упоминать, но я считаю, что в этом виновата общество. Все знают, что это причиняет боль, но никто по-настоящему не понимает, какая это боль. Когда вам заедут по шарам в интимной зоне. Понятно? Никогда не бейте другого мужчину в это место. Только в экстремальной ситуации, когда на вас с семьей нападают, и этот парень бежит на вас. Он только что спрыгнул с коня, и у него раздвинуты ноги. Он бежит на вас с такими кривыми ногами. Тогда это легкая мишень. Но в большинстве случаев просто убирайтесь поскорее оттуда, и не пытайтесь заехать ногой кому-то по шарам. Это одна из худших вещей, которые вы можете кому-то сделать. И если ты видишь приятеля, которому заехали ногой по шарам, или случайно задели это место, очень важно показать ему, что разделяешь его ужасные ощущения. Многие говорят, что у мужчин нет чувства эмпатии. Такие мужчины никогда не видели человека, получающего по шарам, или сами не получали по шарам в компании. Потому что все мы немедленно реагируем на случившееся. Мы сами были в такой ситуации и знаем, что, показывая свой ужас и создавая звуки сочувствия, мы помогаем бедняге пережить инцидент. Может, на 1% быстрее. Поговорим о действиях в транспортном средстве. Если вы едете с четырьмя чуваками, вы можете забить место на переднем сидении. Если ваш друг едет женой, поймите, это их машина, так что переднее сидение за ней. Понятно, это несправедливо, но вы можете попросить об одолжении. И даже намекнуть своему другу, приятель, у нас долгая история взаимоотношений, дольше, чем у тебя с женой. Может, он согласится. Но поймите, по умолчанию это ее место. При этом, если у вас четверо парней, вы можете всегда забить себе переднее сидение. Кроме того, есть определенные места со своими функциями. Если вы сидите сзади, то пристегнитесь и закройте рот. Иногда принимайте участие в разговоре и передавайте снеки сидящим впереди. Если вы сидите впереди, это ключевое место. Особенно, если вы на пассажирском сидении. Ваша задача быть навигатором. Ищите координаты того места, куда вы направляетесь. Вы можете спросить, «Эй, ребята, а температура в салоне всех устраивает?» Проверьте у водителя. Водитель в данном случае главный, он пилот и все контролирует. Но ему, может, не хочется поворачиваться ко всеми, открывать окна и вообще беспокоиться о таких вещах. Особенно, если он сосредоточен. Если вы водитель, то вы капитан своего корабля. Поэтому вы должны заботиться о своем экипаже. Ребята, те, у кого есть бороды, и те, у кого есть лысины, вы знаете, что у вас есть некое глубокое родство. Есть негласное правило, что если кто-то лысый заходит в комнату, где есть еще один лысый, то вы братья по лысине. Если у вас длинная борода, и в комнату заходит кто-то с маленькой бородкой, например, эспаньолкой, то вы, ребята, мгновенно ощущаете родство. У вас есть одна общая черта. Если вдруг в вашем окружении назреет ссора или драка, то ваши лысые или бородатые собратья вас поддержат. Так что в случае чего направляйтесь ближе к ним и захватите по дороге в подмогу еще несколько лысых или бородачей. Ваша банда уделает всех. Ребята помоложе, это правило очень важно. Если вы где-то находитесь с соседом по комнате, и к вам заглядывает девушка этого соседа, поймите, что остроумным чуваком становится ваш сосед. Отступите, позвольте ему быть лидером и контролировать ситуацию. Вы в данной ситуации второй пилот. Вы не должны казаться главным, не должны быть самым остроумным в компании. Пришло не ваше, а его время блистать. Вы должны его поддерживать. Следующее правило, если вы берете на прокат чью-то машину, важно вернуть ее в лучшем состоянии, чем когда вы ее брали. Даже если она была грязной, помойте ее. Даже если она такая древняя, что вы боитесь, что она очистки развалится, все равно сделайте, что можете. Залейте в нее бензин. Даже если вначале у нее был пустой бак. Неважно, вы ею пользовались, так что верните и залейте бензин в бак. Наполните его. Этот пункт стал для меня ужасно сложным, потому что сейчас у меня дома живет 11 человек. И все же закупать и приносить это нужно за один прием, когда покупаете бакалею и продукты. Вы можете заполнить багажник доверху, но занести в дом это нужно за один прием. Я видел разные трюки, как это сделать. Например, швабры, на ручках которых висели многочисленные пакеты. Постарайтесь занести в дом все за один раз. Представьте, что вы поднимаете тяжести в спортзале. Докажите всем, что вы ходите в зал не просто так. И вы не жульничаете, если попросите своих детей вам помочь. Клянусь, вы будете поражены, сколько может унести 4-летний ребенок на своих плечах. Помните, ваша мама родила не слабаков, которые заносят продукты в несколько приемов. Если вы не платили за пиво, у вас нет права брать последнее. Оно может быть превосходным, все вокруг могут веселиться. Вы можете не понимать, откуда оно взялось. Но всегда помните, нельзя брать последнее пиво. Его может взять только тот, кто его принес. При этом вы можете собрать деньги желающих и пойти в ближайший магазин за упаковкой пива для всех. Или за еще большим количеством, если необходимо. Когда вы идете куда-то с группой голодных мужчин, помните, что мужчины голодны всегда. И все сразу скажут, что хотят есть. Если женщины говорят, что они голодны, это значит, что они не хотят есть именно в данный момент. Ну, скорее всего, они проголодаются через пару часов. Поэтому, если вы закажете еду только для парней, помните, что женщины обязательно будут таскать у вас вашу еду. Поэтому осчастливьте всех и просто станьте тем парнем, который принесет больше еды, чем нужно. Поверьте, никто не будет жаловаться, и все будут довольны. Если вы с приятелем играете в видеоигры у него дома, помните, что вы всегда игрок номер два. Он или она игрок номер один. Неужели вы нарушаете это правило? Я знал о нем еще ребенком. Не могу поверить, что должен это объяснять. Так, ребята, а какое видео посмотреть следующим номером? Как насчет тех вещей, которые вы не знали, что делаете неправильно, пока не начали жить с женщиной? Их довольно-таки много. Их полно. О чем я говорю? Посмотрите это видео. Отличное видео. Посмотрите, не пожалеете.